Завязывайся, заранее. Завязывайся, заранее. Молимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Сегодня у нас не так много времени будет, как обычно. Вот если кому ручка нужна. Так, Тарас, скажи, что задавали на дом? В прошлый раз Надежда Васильевна задавала. Так, сейчас. Можно было заповеди блаженства. Заповеди блаженства. Записать, выписать, прочитать. И если пока пишете, уже можно даже запомнить. Давайте. Они все у вас записаны. По очереди. Вот как сидите, по одной заповеди читайте. Оля, первое. Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Так. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жажущие, ибо они Бога узрят. Так. Блаженны миротворцы, ибо они Бога узрят. Полина, еще раз прочитайте, у кого не сходится с Ленидой. Ленида, где твоя тетрадочка? Ты не выписала? Нет. Понятно. Так, следующее. Полина, читай следующее. Блаженны милостивые, ибо они помилованы Бога. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Так, еще есть? Так, Полина, читай. Ты, ты. Блаженны миротворцы, ибо они были нареченными сыновьями Божьими. Сынами. Наречены сынами Божьими. Ну, она карандашом писала, наверное, теперь сама прочитать не может. Нет, но это было. Все, и читай все же последнее. Блаженны изгнанные за правду, ибо их из царства вынесли. И последнее. И последнее, Ливия. Так, Ливия тоже не выписала? Ну, я могу. Ну, хоть у Тараса было думать. Тише, тише, Ливия. Тарас. Блаженны вы, когда будут поносить вас, игнать, и всячески неправильно злословить за ними. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Ибо велика ваша награда на пророках, бывших прежде вас. Ань, ну, вот шум постоянно будет вот это вот. Идите, или сидите тихо, не мешайте. Все. Так. Молодцы. Почти все. Если задание дала Надежда Васильевна, оно не такое сложное, надо было выписать ее. Сейчас будет. Я тетрадь забыла. А, ты выписала и забыла. А Леонида? Я не писала. Тетрадь взяла, но забыла выписать. Все наоборот. Ну, бывает. Ничего, двоек ставить не буду. Выпишите, чтобы у вас все шло по порядку. Если что-то пропустили, у друг друга переписывайте, чтобы пропущенные домашние питания не было. Мы вчера начали сценарий читать. Я думала, что мне придут дрогаты. Но раз они не пришли, мы сначала не будем читать, а продолжим, чтобы вы ознакомились, что у нас будет дальше. Мы закончили на том, что у нас у Ивана, Иваном у нас будет Тарасей, разбита была детская мечта. Варя, мы к концерту готовимся, ты у нас там все равно не участвуешь. Все, проходите, молодцы. А где остальные? А где ноги? Уже ушла? Уже убежала? Я ее сюда хотела. Все, я ее хотела, чтобы тоже она была. Она в комнате будет еще, в детстве. Да? Потому что... Потому что у нас актеров не хватает, и возможно даже придется по два актера на одну роль. Один актер на две роли. Вот так. Так, Ваня, значит, мечта разбита. Иваном у нас, я сразу скажу, будет Тарас. Но имя мы не будем менять. Так же Ваня, да? Простое русское слово Тарас. Если мы назовем... Мы же эсценируем, что он как бы из неверующей семьи. Откуда в неверующей семье будет такое имя Тарас, да? Поэтому Ваня и все. И в честь Тараса Бульбы может... Ну, вряд ли. Когда вот... Он-то не Тарас, он же Тараси. Нет, не Тараси. Ну, да. Просто Ваня. И вот Ваня на улице. В это время будет играть музыка. Вот это вот. На... И, Коля, перестань шуршать. На лошадке в санках едем мы зимой. И две девочки, по сценарию это будет две Полины, они будут кидать снежки. Сделаем снежки из синтепона. И будете перекидываться и петь эту песенку. Вот. Те, которые не участвуют, будут петь оттуда. Чтоб слышно было, что песни они поют. А Ваня на них смотрит и говорит... А вот через несколько дней Ваня гулял во дворе, повстречал девочек. Он подходит к ним и говорит. Они один куплетик спели. Я раньше слышал эту песню, но я слышала ее на английском языке про Новый год, а вы как-то поете по-другому. Ну, Тарас так спрашивает. Тарас, ты сможешь говорить не четко по сценарию. Ну, своими словами маленько места переставил. То есть, учить прям вот каждую запятую. Скажи, я услышала эту песню, как-то вы ее не так поете. Вот я слышала про Новый год, а вы что-то другое поете, да, или поете по-другому. А они тебе говорят, мы вот распределим, кто будет девочка номер один и девочка номер два. Например, номер один будет Полина. Ну, вот он с двумя девочками. Я же знала, кто из вас будет. Ты говоришь, это песенка о Рождестве. Мы готовимся к празднику и учим эту песенку. А он спрашивает, а что такое Рождество? У нас же как называется сценарий, что как мальчик Ваня разочаровался в Новом годе и стал отмечать, праздновать Рождество. Что такое Рождество? Вторая девочка говорит, Рождество, Рождество это день рождения Иисуса Христа. А Ваня говорит, а кто это? А, Иисуса Христа, Сына Божьего. А Ваня говорит, Сына Божьего, а кто это? Девочка говорит, как, кто это? А, он спрашивает, кто такой Бог? Объясните. А они говорят, это Создатель и Творец в силу. Всего-всего. Ну, маленькая девочка. Я же тип, я. Своими словами это рассказала. А Ваня говорит, как всего-всего. Ведь все вокруг создала природа. Можно сказать, эволюция. Он уже, наверное, в первый класс пошел, слышал такие слова. По сценарию это маленький мальчик. Еще совсем. У нас нету совсем. Есть только Мирон, но он пока еще не тянет. Варья! Вадя, ты специально это делаешь? Она специально сидит, играется. Садись вот сюда. Все, сиди здесь, бить тебе не обо что. И сиди, слушай. Как смешно создала природа. Ну, ведь природу, девочка говорит, тоже создал Бог. И в это время играет песня, которая в свое время, это было 8 лет назад, специально написала тетя Марина, специально к этому сценарию, где они поют песни и объясняют, кто такой Бог и что он создал. Бог Иегова. Вот из этого спектакля эта песня пошла. Вы ее знаете, я здесь слова в сценарии не включаю. Я ее отдельно вам распечатаю. Еще кто-нибудь повторить. И поют эту песню. А в промежутках, помните, как Ваня тогда говорил, в промежутках там маленький проигрыш, Тарас будет говорить, говорят, все создалось само собой. И мы поем там. Разве из рыбки получится, да? Кошка, чтобы мышку хватать. И так далее. То есть, потом, потом во втором проигрыше Ваня говорит, а говорят, что все животные произошли от амебы. Да? Мы дальше поем. И потом в самом конце он говорит, а еще говорят, что человек произошел от обезьяны. Мы тут еще глобус будем держать, что там глобус, шарик земной наш не падает. Варюша. Варюш, привет. Нет, ты не плачешь там. Все? Шарик земной наш не падает. Так, а человек произошел от обезьяны. Помните, еще смешно так было, да? А там, ну, если ты хочешь быть сыном гориллы, помните слова из песни? Вот. Или сыном небесного творца. И вот так вот эту песню пропеваем. Будут петь девочки, поют Вани. И я вот не знаю, как вот артистов-то остальные. Двоем-то они не вытянут эту песню. Может быть? Давайте все встаем. Ну, все. Тут вот, ты помнишь, на празднике, тут вот такой промежуток, и всем вместе выходить нужно будет. А где у нас только минус у нас? Со словами там? Мама, мама. Песня-то мама там, про маму. Мама. Может, пишешь. А как я? Может быть, все просто выйдут вот сюда, вот в этот угол. Ну, и отсюда. Да уже, в принципе, многие знают. Ну, вы будете петь вот все песни отсюда, вот здесь вот. Давайте мы... То есть две девочки как бы основные, будут петь, а вы как этот хор, хор, оркестр в яме, да? Его не видно, а музыка слышно. Так. Вы, значит, споете эту песню, и тут Ваня говорит, песня заканчивается. Я не хочу быть сыном гориллы. Меня тоже Бог сотворил. Я тоже хочу праздновать день рождения Иисуса Христа. Но, наверное, мне-то с вами нельзя. Мама говорит, что нехорошо ходить на дни рождения без приглашения. И девочка говорит, конечно, ты можешь пойти на этот праздник. Иисус Христос призывает всех, но не все слышат этот призыв. Чтобы его услышать, надо бодрствовать. Смотри, как бодрствовали пастухи на поле пастухи. Вот здесь про пастухов. Я сюда специально место оставила. Я не распечатываю. Мы когда выберем пастухов, я им распечатываю отдельно слова пастухов. Вот давайте подумаем, кто у нас будет пастухами. Вот смотрите, ну, автором буду я. Ваня у нас, это вот мы стрелочку ставим, Тарасий. Анна Александровна у нас будет, Ксения. Сергей Павлович будет у нас Иван. Нестор может быть пастухом. Нестор, пастух. У нас там, видите, надо три пастуха, три волхва. Так, звезда у нас будет. О, а давайте волху. Звезда у нас Лирия. Я, Леонида и... Мария у нас будет, Леонида. Леонида, согласна? Угу. Так. То, что вчера тебя не было, вот этих-то я, которых распределяю, это они уже вчера дали свое согласие. Марией будет Леонией, да? А кто там еще? А где-то кто? Иосифом, я... А мы с тобой будем. Тише, тише. Так. Иосиф. Иосиф, там у него вообще слов нету. Просто старец должен выйти. Можно попросить. Папа. Седоборудова. Ну, дядя Коля, он, наверное, не согласится выйти. А кто у нас тогда был? Мария была, Наталья? А Иосифа? Я не помню. Была. Кто-то выходил. Телка. Дядя Костя. Еще бы. Дядя Костя. Выслава. Там. Я не помню. Кто-то, да, из братьев. У нас. Что-то, что-то. Можно было бы там, допустим, Володю взять. Но Володя будет снимать концерт. Да. Того же Сергея Путкова. Сергей Павловича попросить, чтобы он вышел. Да. Ну, подумаем. Вот Иосиф сейчас вопрос поставлю, поговорю с братьями. Потому что у нас братьев вообще не хватает. И все. У нас остается девочки. Это будут Полины? Полина и вторая девочка. Это Полина. Три волхва, три пастуха. Подождите руки, кто еще ни кем, ни где. Так. Так. Четыре. Да? Это все распределены. Четыре. Еще у нас есть. А где четыре? Три. Раз, два, три, четыре. А там где? Еще есть Енафа. 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 Это Енафа будет волхва. Енафа будет волхва. Может, можно их пять, а надо шесть человек. Ну, можем два пастуха сделать. Вот это два пастуха. Подождите. Давайте я одну. В прошлый раз же делали два пастуха. Мама, а давай я одну. А подождите, давайте два пастуха сделаем. Ангелы еще. Ангел, я забыла написать еще. А какая реплика ваша? Хотя бы один ангел. Мама, можно я буду ангелом, а я девочкой. Мама, намного спорта. Да. Варя будет ангелом. Как слова, она может выйти, да, ее нарядить тоже. Беленькие, крылышки ей вся в белом. И фонограмму. Мама, у Гликерии есть крылышки, она говорит ей. Гликерия выйдет, Варя выйдет. Ну, должен быть хотя бы один говорящий ангел. Я? Я тебе родим из... Нет, нет. Пусть Гликерия, она умеет говорить. То есть, проще, мы не знаем, будет она, не будет. Мы за нее обещать не можем. Не придет сюда, и что, пропадет сценарий. Да, Лея, не мешает. Не надо... Она ненадежный артист тоже. Поэтому надо точно, чтобы тот, кто будет. Ну, давайте, Агния будет у нас главным ангелом. Да. Я не знаю, ладно. Агния. Ну, пока, предварительно, да? Да, предварительно. Ангелом у нас... Агния. Она девочка. Да. Вторая девочка. Ага, ну, скажи, что... А вы будете этими помощниками ангела. Ну, тоже сон ангелов явился. Да, да. Смотрите, там волхвы. Ой, пастухи. Не перебивай. Разобрали. Пастухи. Три пастуха, значит, у нас будет... Один пастух будет у нас... Нестор. Нестор. Имя твое не могу вспомнить. Нестор. Нестор. А второй пастух. Второй пастух, кто у нас еще? Это Тарас Ваня. Тарас Ваня. Тарас Ваня, всегда в кадре. А, всегда? Может, просит нам? Нет, давайте волхвов сделаем девочек. Кося, Еня. Нет, просит Агния. Агния, Ангел. Ну, я могу второй раз сыграть. Я тоже хочу... Я сама сказала. А как, Ангел поет пастухам, как вы это сделаете? Так, не волхвами. А, ты не пастухов. А, волхвами? А ты успеешь переодеться? Я не знаю. Наверное, да. Ну, вот я думала волхвами сделать. Не ждать. Ну, можно. Так, пастух у нас Нестор. Как ты предлагаешь волхвами? Я, Фроси и Эд. Суперстар. Ну, а... Подожди. А Енафу что сделаем пастушком? Ну, она высокая. Нет, она еще на волхвата поднялась. Пусть Еня будет Мария тогда. Хорошо, пусть Еня будет вместо Фроси. Фроси пастушком. Сколько шло. Ой, не знаю, что делать. Еня будет в их волхвами. Еня волхвами. Еня просит вера в их волхвами. Да. Енафа, я что, Еня написала? Хотите, теперь дальше ли разве, не я в один раз вообще... А, да. Волх – это Енафа. Второй волх у нас Ефросинья. Наряды придумайте, дары. Вот как обычно, да? Сейчас. И третий волх. Ах, не на вас еще? Я. Лера тогда тоже будет пастушком. У меня будут такие пушистые железки. Волхов все-таки? Это будет самая маленькая. Ну и что? А волхвы разные. Ты будешь середине. А там один волх, вообще негр. Хочешь быть негром? Будет маленький чернокожий волк. Нет. Ладно. Ну смотрите, какую песню поют ангелы по любви Творца Вселенной? У слова у ангела такие. У нас ангел Агния, да? Не бойтесь, радостную весть я вам принес. Ныне родился в городе Давидовом вам спаситель. Идите, найдете его в пеленах. Слава, слава. И начинается песня. Слышите, все вместе, и звезда, и Анна Александровна, все поют песню по любви Творца Вселенной. А звезда откуда? Из-за того. Потом, вот смотрите, ангелы-пастухи в одной сцене находятся. Не разговаривайте. Тише. Ксюша, Оливия. Ангелы-пастухи в одной сцене. Потом будут волхвы и звезда. Это тоже одна сцена. Звезда, я тебе найду песню и на почту скинуть. Есть своя почта или на мамину скинуть? Скиньте на мамину. На мамину, хорошо. И минусовку. И саму песню, да, тебе, по которой потренироваться. И так, а почему у меня сразу пятая сцена пещеры? Неправильно прицепила. Потом идет вот эта, четвертая сцена волхвы. Там слова будут Мельхиор, Валтасар и Гаспар. Я вам отпечатала, отдам. Три. У каждого будут слова. Вот как раз Гаспар, Лер, это черный. Ты кем будешь? Тебе поменьше, где слов? Они поют песню, когда выйдут. Мы волхвы из разных стран. Ее без минуса поется. Просто поет без музыки. Вы ее тоже знаете. Тише, тише, тише. И звезда поет песню. Увидь меня, увидь меня. Я эти слова тоже перешлю. И автор говорит, путь в алфол был краток. И они пошли, вот, занесли дары ему. Все, уже все, пойдемте. Там уже пойдем. И все, уже все. Давайте на тетрадочки я на стол их положу. Ставьте, давай. На стол их положу. На стол их потом наберите. Детей. Поехали. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови, Господи. Пойте, пойте, миром Господу помолимся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Аминь. 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 Аминь.